Ребята, всем привет! Это снова мы, Нас. Ребята, у нас тут такое. Мы завтра едем в отпуск. Я понимаю, что вы, скорее всего, рады, за нас нет всего сердца, но мы не были в отпуске уже 4 года. Ровно 4 года назад мы с Игорем вдвоём ездили на Бали. Тогда Варвары ещё как бы в проекте даже не было, но вот прошло 4 года. Варваре уже вот через неделю будет год и 10 месяцев, и мы втроём все вместе впервые едем на море. Едем мы в Турцию в очень спокойный семейный отель, и я вообще хочу показать вам сегодняшний наш день, как я буду собираться, да, потому что всё-таки отпуск с ребёнком, я предполагаю, что это немного иначе, чем отпуск без. Вот, поэтому я очень подошла серьёзно к подготовке. Я почему решила ещё записать такое видео, потому что я искала на Ютубе какую-либо информацию от каких-нибудь мам, что нужно с собой брать, как наилучшим образом подготовиться. Вот, но оказалось, что не особо-то много информации есть на Ютубе, и я решила сделать вот своё видео, которое, может быть, будет полезно каким-нибудь мамам, и покажу всё, что я приобрела, всё, что я беру, поездку с ребёнком. Какие я беру с собой вкусняшки, какую я беру с собой одежду, что я купила, что у меня уже было. Ну, в общем, полные наши сборы. Приглашаю вас сегодня в наш этот день перед отпуском. Так, и что сегодня я хочу сделать? Сегодня я хочу помыть нашу коляску, которую мы берём с собой, нашу любимую прогулочную Эллади. Я её этим летом мыла, ну, так, посредственно мыла, вот, но я хочу её прям полностью разобрать, снять все ткани и постирать, и сразу убрать её в сумку, потому что, я думаю, нам так будет удобнее в аэропорту. Мы когда пройдём все досмотры на входе в аэропорт и там уже дальше, и уже после этого мы её достанем из чехла, чистенькую, красивенькую, и сядем в неё. И что ещё? Мне нужно собрать аптечку, мне нужно собрать мой рюкзак, в котором будет основная часть каких-то игр и книжек для Варе, и мне нужно собрать наш чемодан. Да? Это Стёпа, это Стёпа. Ты что-нибудь хочешь сказать? Варя, кстати, ещё пока особо не говорит. Начнём, наверное, мы сегодня с коляски, потому что остальные вещи-то что там собирать? Мне кажется, я, в принципе, часа за два, а может и меньше, всё как бы и соберу, основную часть вещей, потому что в целом вещей у нас, ну, по крайней мере, у нас с Игорем вещей будет мало. Да, там пара шорт, пара футболок и тапки пляжные. А основная часть вещей, она, конечно же, варена. И то, и у Вари там вещей как бы не так, что и много будет. Так, вот это я помню, потому что вот это я уже один раз делала. Я стирала вот этот вот именно капор. Я, на самом деле, не так давно посмотрела на Ютубе видео, как разбирается эта коляска вообще полностью, как снимаются все ткани. То есть я это делаю не просто так, я просто знаю, что это возможно. И поэтому вот. О, всё! Слушайте, ну, в принципе, вообще ничего сложного. Самое главное — это потом обратно собрать. Потому что что-то мне кажется, что разобрать всегда намного легче, чем обратно собрать. Слушайте, ну, в принципе. Так, ну это вся обувь, которую мы берем с собой. Мы с Игорем поедем в кроссовках, и вот он будет в Турции везде ходить, видимо, в этих шлепанцах, а я буду ходить в своих стареньких брикенштоках, которые я просто обожаю. И больше ничего с собой брать не планирую, потому что они подходят ко всему, и к шортам, и к платью моему. А вареньке беру вот эти аквашузы, новые специально купила для поездки. И вот эти ее сандалики. Так, ну что, помыла сандалики. Слушайте, очень классные сандалики, мне они очень понравились, Барри их носила все лето. Единственный минус этих сандаликов в том, что здесь вот такой вот рельефный протектор на пяточке, и он очень сильно забивается землей. Травой, кошеный. Ну, в общем, всем, чем можно, и достать оттуда это не так легко. А в целом сандалики классные, вообще неубиваемые, очень легко моются. Супер, я довольна ими. Не знаю, будет ли интереса, но вкратце у меня тут две пары шорт льняные и хлопковые, одно льняное платье, одна футболка и две рубашки. Одна льняная, одна хлопковая. Такие свободные, чтобы можно было поверх купальника надеть. Ну, у Игоря тут, чтобы вы понимали, это только спортивная одежда, то есть он будет тренироваться. Трое купальник шорт, рубашка, две пары шорт и три футболки. В принципе, тоже немного, почему-то разница в кучках ощутимая. Так, ребята, я знаю, что я могла бы постараться получше и выглядеть в кадре поэффектнее, но жизнь, вы знаете, такая. Вообще, мы как планируем сделать? У нас есть два чемодана, один поменьше, другой большой. И мы хотим просто сейчас все свои вещи положить в маленький чемодан. И этот маленький чемодан положить в большой чемодан, просто чтобы ехать с одним чемоданом. Зачем нам большой чемодан? Просто мы планируем небольшой шоппинг, планируем купить обувь, какие-то вещи, одежду. Ну, немного, но так, просто в планах есть, приехать в Анталию немножечко закупиться. Я очень хочу больше попасть в Заре что-нибудь купить, может быть, Варе что-то взять, хоть у нее и есть, в принципе, вещи. Ну, так, на вырос что-нибудь взять, если будет что-нибудь интересное. Вот, поэтому, когда у нас будет второй чемодан, мы просто сможем это все комфортно разместить, все, что еще купим, да. План такой. Ну, и просто зачем нам сейчас ввести два чемодана в руках, если у нас один чемодан идеально помещается вот в большой, во второй чемодан. Я собрала аптечку, просто быстренько пробегусь, покажу, что с собой беру. Она такая у меня получилась скромная, прям как я. Я, на самом деле, мама, вы знаете, не тревожная. Сначала хотела сказать не очень тревожная, но мне кажется, я вообще не тревожная. И я изначально понимала, что я не хочу брать с собой пол чемодана аптечки. Я понимаю, что мы едем в Турцию, лучше перестраховаться. Но почему-то вот не хочется мне с собой очень много всего брать. Я беру градусник, беру нурофен, на всякий случай, для Варвары. И беру для Варвары бипантен у меня есть. Я просто вчера захотела в аптеку и узнавала, что можно использовать от ожогов кожи. В плане, что можно использовать, если ребеночек получит солнечный ожог. И мне сказали, что вот бипантен можно использовать. Он у меня как раз таки есть, поэтому я его с собой возьму. Правда, такой большой тюбик, хотелось бы поменьше, но не стала покупать еще один, только потому что он поменьше. И так как мы едем в Турцию, в которой может случиться всякое, я беру с собой смекту. Беру с собой спиртовые салфетки, не знаю для чего, просто на всякий случай, если нужно будет что-то обработать. Беру с собой, у меня есть два фломастера, йод и зеленка. И для варики еще беру финистил, это противоаллергенный, на всякий случай, не знаю зачем. И беру еще с собой самофиксирующийся бинт. Вообще, ребят, не покупайте обычные бинты, в принципе, в жизни, а купите домой в домашнюю аптечку самофиксирующийся бинт. Это просто офигенная штука. Дальше нам с Игорем, на всякий случай, активированный уголь. У меня бывает такое, что у меня болит голова, особенно если я провожу много времени на солнце. Даже если я, естественно, покрываю голову, но у меня вот бывает такое, что болит голова. Поэтому я беру с собой норофен. Для варики я еще беру на всякий случай, у меня есть два пробника эмолента от Мустеллы. Мне в Скандинавии давали. Беру на всякий случай просто так увлажнить кожу, потому что все-таки она будет там плескаться в бассейне и, может быть, подсохнет кожа. Ну, короче, на всякий случай. И себе я еще беру пластинку куродонина, потому что у меня в любой момент может воспалиться цистит. Все, больше ничего я с собой не беру. Такая вот аптечка. На этом минутка здоровья окончена. Так, дальше для уличных игр я беру варе складывающийся ведерко. Чтобы в него можно было складывать камешки, песочек, я не знаю, все что угодно. Водный пистолет-помпа. И я ей взяла надувной круг такой вот с дырками для ножек. Вы, наверное, можете спросить, Оля, зачем это все было покупать в России, если можно купить там. Но я подумала, что, во-первых, я не хочу там бегать и что-то искать. То есть я хочу сразу привезти с собой, чтобы это было, и все, эти можно было сразу пользоваться. Во-вторых, я так понимаю, что там, наверное, это все намного дороже, чем у нас. Я, например, круг этот купила за 500 рублей. Помпу-пистолет я купила то ли за 150, то ли за 200. Ведерко тоже там за пару сотен. То есть я заказала все разом на Озоне. Мне это все на следующий день приехало, и все. Я это сейчас все сложу, это не так много места занимает. И все, и будем сразу использовать. Ну, я не знаю, может быть, я неправильно как-то размышляю, но мне показалось, что так, наверное, логичнее. Так, ну, Варваре я из одежды беру три платья, точнее, два платья и один сарафанчик, три футболочки и двое шортиков слитный купальничек. И еще сегодня нужно сходить на Озон и забрать. Я ей заказала еще такой слитный с рукавами, типа как Рэшгард, только с коротким рукавом. И у нее здесь две банданы, которые я тоже ношу, и две панамки. Одна муслиновая, все лето мы ее таскали. А вот такую я еще заказала с широкими именно полями, чтобы вот в бассейне в ней купаться, потому что она сделана из такой ткани, как купальники. Это от Happy Baby. Она прикольная, тут ушки, широкие поля, и вот есть веревочка, чтобы регулировать. Вот, вот этот купальничек, это от Zara Kids. Я его покупала еще когда Zara была в России. В принципе, все. Коляшечка твоя готова. Твоя коляшечка готова. Коляшечка твоя готова. Продолжение следует... Продолжение следует...